Путь в спортивную журналистику у меня совпал примерно с приходом в журналистику, потому что для меня это была достаточно простая тема. Ну, я увлекался футболом и другими видами спорта, поэтому для меня было просто. И многие спортивные журналисты именно таким способом начинают свою карьеру, то, что берут рубрику спорта, потому что это достаточно проще, например, чем политика, экономика. Если каким-то видом спорта увлекался, игровым или индивидуальным, то все равно есть общие голы, очки, секунды, характер, какая-то борьба и специфику понимаешь. Один из первых, наверное, текстов, который я написал, был о спорте. Это было, когда я еще учился в школе, в районной газете. Но тема спорта очень близка, сам занимался спортом и когда-то мечтал быть именно спортивным журналистом. Но, к сожалению, учитывая, на каком уровне спорт в Барнауле, быть только спортивным журналистом в нашем городе невозможно. И сейчас вообще встает вопрос о том, нужны ли спортивные журналисты Барнаулу. Все команды наши барнаульские профессиональные, которые выступают в разных видах спорта, как правило, они играют в самых низших лигах и, к сожалению, занимают последние места. Читать кому-то об этом вряд ли будет интересно. На первом курсе университета у нас была журналистская практика. Я ее проходил на радио. И так как с детства занимался футболом, была возможность немножко поездить на матчи барнаульского «Динамо», например, или еще чего-нибудь, я, естественно, старался использовать ее. Ты не снимаешь или не пишешь о том, что тебе не близко, что тебе не хочется. Потому что в спорт не идут те, кому все равно. В спорт идут те, кому это нравится. И поэтому, наверное, кайф спортивной журналистики в том, что это приятное с полезным. То есть ты занимаешься любимым делом и при этом получаешь от этого удовольствие. У нас бывали такие случаи, допустим, моему коллеге там давали, езжай в спортивный репортаж с ними, но это будет поверхностно. Это будет хорошо, добротно, но это все-таки будет поверхностно. Нужно быть увлеченным человеком, в том числе и спортивным. Когда ты занимаешься спортом, ты знаешь все изнутри, и тебе легче писать об этом. Нужно разжевывать так, чтобы человек, который смотрит телепередачу в данной ситуации, телеканал «Толк», да, не переключил, потому что он скажет, ага, так, спорт у нас, как всегда, идет последним по классике жанра, там погода, но погода все ясно, спорт тем более, там Политов сейчас опять что-нибудь начнет. Но нужно сделать так, чтобы он не переключил эту самую кнопку. И тем самым он увлекся и досмотрел мой репортаж и полностью нашу программу.